В районной больнице Новотитровской высоких гостей сегодня не ждали. Для главврача визит руководителя региона стал внезапным, для пациентов обнадеживающим. Не так давно в станице появились слухи. Хирургическое отделение собираются закрыть, а медперсонал сократить. Этот вопрос Вениамин Кондратьев напрямую задает главному врачу. Тот заметно нервничает, оправдывается. Увольнять никого не собирался, а само отделение с круглосуточного режима просто перевели на дневной стационар. Уже больше года медики не проводят здесь ни одной плановой операции. Мы перепрофилировали 20 круглосуточных коек хирургического профиля в койке дневного пребывания в том же количестве 20. Мы должны делать все, чтобы было максимально комфортно для этих жителей. Они привыкли к этой больнице. Мы сейчас видим, что все койки заняты, значит они доверяют этой больнице. Это важно, что количество коек мы сохраняем. То, что идет внутреннее перепрофилирование, я не возражаю. При условии и полном понимании, что в случае необходимости мы всегда сможем оказать круглосуточную помощь. Незапланированным приезд Кондратьева стал и в первую городскую больницу Краснодара. Помощь горожанам здесь начали оказывать еще два века назад. Сегодня здание признано памятником архитектуры. Старые кровати и тумбочки в палатах чуть ли не ровесники самой больницы. Условия нужно срочно менять, требует Кондратьев. Зато вниманием в больнице не обделяют, рассказывает ветеран Великой Отечественной войны. Внимания хватает? Какого? И человеческого, и врачебного. Да, врачебный выше крыши. Девочек очень много садикторов. Отношения хорошие, как крык, так и жена. Неприятными слухами окутана и больница скорой медицинской помощи на ЗИПовской. Бригаду не дождешься, а в приемную не попасть. Главврач объясняет, в сутки поступают почти три тысячи вызовов. Выехать могут не больше, чем на тысячу. Медиков просто не хватает. В самих же отделениях, в палатах полный порядок, отчитывается Николай Босок. Да и по словам пациентов, жаловаться им не на что. Знаете, я почему решил все обойти своими ногами, посмотреть. Много этой больницы входит страшило. Она, я скажу, обласкана в кавычках любовью народа, горожан особенно. Поэтому, на самом деле, знаете, определенные вещи подтверждаются. Хотелось бы лучшего увидеть. Пример, к чему нужно стремиться к Кубанскому здравоохранению – Краевая больница им. Чиповского. Уровень ничем не уступает европейским клиникам. Здесь экстренно примут больного и помощь все окажут на высочайшем уровне. Медики без преувеличения делают уникальные одни из самых сложных операций. Но вот стоит зайти в соседнее отделение поликлиники – очереди практически к каждому специалисту. Мы регистратуру прошли. Три часа в регистратуре просидели. Теперь нам сказали, надо консультацию сначала сделать. Специалист. Да, генетика. Просто очень много беременных. И мы до сих пор сидим, просто ждем. Получается, вы нас еще и оправдываете. У нас не может быть оправданий. Беременная женщина с ребенком маленьким, она сидеть не может по определению. Я это увидел, услышал. И дальше мы постараемся сделать так, чтобы это не было. На медколлегии, которую собрали позже, после объезда, Кондратьев, как сказали бы на врачебном сленге, выписывает лекарства провинившимся. В частности, через главу района, заведующему больницы в Новотитровской, которого даже не оказалось на совещании. Заслуги этой Евгении Леонидовича я не увидел. Я вам просто настоятельно рекомендую, вы его просто переведите просто в врачи. Может быть, он и хороший врач, но как главврач или как заведующий, как бы то ни было. То есть, я думаю, он продолжать работу не может. Вместо обширных рассказов об абстрактных проблемах, руководитель региона требует от главы Минздрава конкретного решения конкретных проблем. Евгений Филиппов долго зачитывает подготовленную статистику о том, что часть медоборудования в регионе простаивает, а вот кто должен нести за это ответственность, так и не звучит. То, что вы так говорите, говорите складно, ладно, но выводы какие-то будут делать. Из этого всего, что вы говорите, кто-нибудь понес ответственность или понесет, или мы его настолько беззубые, что мы не можем ни с кого ничего спросить. Мы принимаем меры. Ну какие меры? Были сняты главные врачи, горячий ключ был снят главный врач, был в Славянске поменяли нового главного врача. Слово «было» мне нравится. Если через месяц вы скажете, что это есть, в этом случае это ваше персональное ответственность. Основные болевые точки краевого здравоохранения сейчас это кадры. Здесь и слабый контроль за целевым распределением выпускников медвузов, которые после их окончания избегают работы в районных больницах, и отсутствие качественного первичного звена, то есть терапевтов, на местах при начальном осмотре пациентов. В плюс к этому и часто хамское отношение к больным. Как пример, глава региона приводит Краснодарскую систему здравоохранения, на которую постоянно идут жалобы. Диагноз вице-мэру по социальным вопросам Кондратьев ставит на месте. Куда ни кинься, у нас в этом блоке, неважно, что это будет, школы, медицина, здравоохранение, у нас проблемы. У нас Краснодар проблемный, потому что он краевой центр. А потому что проблемы изначально не решаются. И не решается долго. Поэтому я вам рекомендую освободить Наталью Владимировну от занимаемой должности. Коллеги, все, что мы делаем, этому грош цена будет при условии, если народ будет говорить другое. И поверьте, я буду слушать народ. И если народ будет это отрицать, все наши результаты, и все, что мы делаем на словах, на деле не будет подтверждаться, выводы я буду делать из того, что говорят люди. И призываю вас, ходите по этой земле, будьте рядом с народом и будете понимать его проблематику. Чтобы изменить ситуацию, для начала нужно признаться, что в ней не все так хорошо, говорит Вениамин Кондратьев. Всему краевому врачебному сообществу он ставит задачу разработать стратегию развития медицины до 2020 года. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.